Простой вопрос. Есть у нас Россия сейчас, да? Есть Украина. Это и Ж, и Буквица, это и НИТЬ. Почему в России ФИО, а на Украине ПИП? Кто может сказать? Вопрос? Вот Луначарский, когда приехал к нам сюда в семнадцатом году, он привез программу целую с Соединенных Штатов. И вместе с Лэйбом Давидовичем они это дело все быстренько запустили. И появились в ФИМе, значит, аббревиатурное слово, да, фамилия, имя, отчество и призвище имя по-батькове. Понятно, да? А что вдруг? Вот украинцам сделали ПИП, а нам сделали ФИО. Кто-нибудь думал об этом вопросе? А вот пришлые думали, когда эту программу еще делали больше ста лет назад. Еще в девятнадцатом веке была прописана эта программа, что вот эти вещи нужно будет внедрить. Это вот на территории России, а вот эту на территории создаваемой Украины, Белоруссии. А как это в Белоруссии пишут они? Фамилия имеются? Ну, по-белорусски надо посмотреть. Ну, батька у него там, да. У него инши завданя. Поэтому, с чем нам надо теперь с вами разобраться? Но для того, чтобы вот это все поднять, нам нужно понять, как же происходит... Есть такая вот категория, разберитесь сильнее. Славянский и-ми-но-слов. Как вот присваивались раньше имена. Варновую систему помните? Пишем, да? Аз. Дальше кто? Человек. Дальше людина. Или весе, да? И смерть. Дальше берем этих нежить. Как-то было все на Руси. Что нам для этого с вами? Для этого нужно не стал их с тобой книжку брать. Но зато вот мы этих же буржуев, мы говорили, что будем их же методом, в общем-то, и долбать. Так вот, с чем нам нужно разобраться? Такие категории, как кличка, прозвище, фамилия и родовое имя. Попробуйте вот сейчас покрутить в голове. То есть, каким образом? Какое отличие? Как думать, какие предложения будут? Что, что, что? Так, давайте по одному. Какие есть предложения, скажем, кличка, прозвище, фамилия и родовое имя? Какое отличие между этими? Родовое имя – это сакральное имя своего самого человека. Почему сакральное? Нет, это сакральное имя. Родовое имя – это только трамбок. Родовое имя, имя родовое имя. Зависит от развития его души. Как вот думаете? Что вдруг поводили все это все? Почему значение слов забыли? Вот почему? Тут фамилия, там прозвище. То есть, понятно, как ты управляешь через эти вещи, да? О, да отчество, да сли, хорошо, отлично. То есть, мы уже пришли к чему? Высокому имени человек. То есть, что у нас, как это аббревиатурно? Высокое имя человек, как у нас пишется? Вот почему сейчас на западный манер, ну, говорят, Владимир Путин, да? Да, отчество убрали, что делают? Понижают вибрацию. То есть, мы отечество потеряли, мы перестали быть пошлыми, а стали какими? Пришлыми. И вот нам сейчас на западный манер все это дело навязывают. Так, отлично, что еще, какие-то мысли будут по этому поводу? Так, давайте мы с кличкой разберемся. Я возьму словарь далее. Выдержите, потому что надо прочитать, потому что иначе понимания не будет. А потом мы переговорим. Потому что поймите, что когда Даль уже писал этот словарь, а он был датчанин, все знаете, да? Русский. Он был русский, но датчанин. На тот момент уже было все искажено. И история переписана, и русский язык практически уничтожен. Осталось только сделать последний штрих, гвоздь забить Луначарскому в 18-м году, 10-го, 10-го, 18-го, да, декретом по реформе русского языка, когда образы убрали и убрали еще пять буквиц там, последний. Так вот, кличка, что кликнуть, кликовать, с предлогом кликать, на севере кликнуть, что? Возглашать, провозглашать или оглашать устно. Девка, это по матери пошла, кличет или портежем кличет. Вятская, пермики, как говорили, больна кликушеством, клинь, склинь, вопи, завопи, рычи, зарычи. Когда дыхание пересхватывает, да? Вот так оно и есть. От чего ей кличество, обезличенное? От чего она кличет? Как он кличется о животном? Как его звать? То есть кому кличку-то давали? Животным. То есть мы о чем говорим? Что если у человека животный строй психики, да? Ну это не человек получается, у нас что это? Получается нежить, так или нет? То он имеет что у нас? Кличку. Где клички у нас еще дают погоняло? В зоне. Почему? Потому что они из Гои. Ему имя не положено. Кликуха. Абсолютно правильно. Понятно, да, почему это? А? Ну погоняло, им погоняют. Ну для того, чтобы погонять, нужно что? Кликнуть его, да? Кличку этому дать. Вот погоняло. Другое слово. Понятно с этим, да? Так, дальше что у нас с вами идет? Прозвище, да? Значит, прозывать кого? Это далее я же цитирую. Дальше универация. Мы уже сами догадались. То есть поняли, да, что все это завязано было на варны. Ну, тем более проще будет. Значит, прозвать кого? Что? То, чем? Называть, именовать, давать, назыв, название, кличку, имя. И кличку могут дать на определенном этапе. Или проименовать, давать кличку, добавленную к имени, прозвание или прозвище. Эту пшеницу в Одессе прозвали Арнауткой. Она у нас, он называет ее Белотуркой. Одну лошадь прозвали Спатыкой, а другую Губаном. У нас мужиков, 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 не мужей, а мужиков. Их тоже что, прозывали. Чувствуете разницу, как вот у вас в каком-то центральном канале сидит там одна депутатша какая-то, говорит, ну вы же здесь все мужики. И, ну вот решите этот вопрос, если бы там был бы хоть один муж, она бы там получила, и его грели бы так, чтобы она поняла, кто такие мужики. Это тех, кого кличу, такому прозвище дают, мужики. Попробовала казаку сказать, и мужиком его назвать. Была бы выпорана на гайкой тут, как я не знаю, как коза Сидорова. А по центральному каналу сидит особи мужского пола, называет мужиками, и все соглашаются с этим. Он по семье Кузнецов, а еще прозывается он Медведевым. Это не я, это так, куда ли так написано. За то, что Медведь, дед Медведь был, на себе возы возил, прозывание окончательное, прозыв, прозыв, прозывка, действие по глаголу и так далее. То есть вот человек обладал каким-то качествами, отличными от других членов общины, то ему в соответствии с этими определенными качествами что давали? Прозвище. Да. Прозвище. Всему народу дали прозвище. Да вы не радуетесь, вы недалеко ушли здесь, в России. У вас тоже фамилия. Сейчас и с этим разберемся. То есть всему народу дали прозвище, и все согласились. С состоянием смерда. Смердом по духовному уровню развития бездушным давали прозвище. Этим всем ребятам, которые ниже, клички давали. Животным. Кто имел животный строй психики. Так, что у нас теперь с вами дальше? Фамилии тут идут. Фамилия. Французская, оказывается, немецкая. Семья, семейство, род, колено, поколение, племя, кровь, предки и потомство. Он хорошей фамилии. Фамильные чаи, расхожие, простые. Осведомляется о супруге, фамильной или к фамилии относящейся, приезжей. Кяхти, цибики бивают по фирме лавки хозяина и так далее. Под фирмой купца, который их закупил. Первые фамильные. И так далее, и так далее. То есть, если у нас есть господин, он имеет родовое имя, то все его крепостные и все его рабы, кто? Имеют что? Фамилию. Чьих вы будете? Как они говорили? Мы князей стоцких. Мы стоцкие. Вот это фамилия. То есть, для господина это родовое имя, а для тех, кто был у него под управлением, под крепостью, под его, под крепостью, уже родовое имя превращалось во что? В фамилию. То есть, это принадлежность к господину. Вот фамилия для людей. Поэтому, вот вам в России фамилия. Так что, над вами есть господа, те, которые вами управляют. Они так говорят, у вас фамилии, у вас нет родовых имен. Холопы вы, невольники, а вы с этим соглашаетесь и живете спокойно. Вот так вот идет рассинхронизация психического времени и времени реального. Ну вот, это как в анекдоте, как к собаке, да, отец с сыном идут, он говорит, что вот они делают. Он говорит, одна расслабляется, одна напрягается. Поэтому тоже расслабляйтесь до меры. Дальше. Если мы говорим уже о варне человека, воинов, управленцев, касты, то вот они уже тогда назывались, и по грамотам всем русским, они писались как с отечеством или только по отечеству. То есть высокое имя «человек» давалось только варне «калкой». Человек, это князья и витязи, воины. А здесь что? А здесь было двойное имя. Допустим, Веда, Гор, два имени. То есть две функции несет. Все, Слав, или Вяче, Слав, или Мсти, Слав и так далее. Берете славянские имена слов и смотрите, практически все имеют двойное что? Имя. То есть совокупность. Но здесь два «я». Два «я» – это дваждорожденные, так называемые. Два. Но кроме этого еще было и у этих было тайное, было родовое. Вы знаете, жрецы, когда именно речение проводили, то одно было общинное имя, второе было, которое было в семье, в его общине его кликали и звали иначе, чем дома в семье. А еще было тайное имя. То есть четыре имени было у наших предков. Но по отечеству называли тех, кто вот уже копный муж. Вот копные мужи, вот только они удосваивались ВИЧ получить. Вот у меня дед в 70 лет только ВИЧ получил. То есть пока не привезли внука коренного, меня не показали, пока он не пронес, по станицам, по соседям не показал, он так и был Прошкой. А когда пронес, стал Прохор Александрович. Это 70 лет было человеку. Вот так было все просто. И вот это. Поэтому вот что с нами делают, понятно, да? То есть казалось бы просто, в языке все сокрыто, мало того мы все это дело знаем, можем в словарях найти. Но проблема в чем? Нужно просто взять и вот сложить эту мозаику, чтобы появилось общее видение. Вот по этим всем вещам. Поэтому пока мы не откажемся от прозвища, от фамилий, нам ВИЧами никогда не стать. Итак, первое, биометрические паспорта для чего тоже вводят? Закрепить вот эти вот вещи, так еще и на цифровом уровне. То есть разделить, расчленить, разложить на цифры. Вот такую очередную нам готовят пакость. Они уже приготовили, на Украине сейчас уже вводить, даже уже деньги дали, по-моему. Поэтому готовьтесь к тому, что будете получать заграничные паспорта, как раз вот в эти вот камеры, которые будут проводить сканирование, вот такое круговое, объемное. Ну и плюс еще параллельно там лазер вам будет на лоб штрих-код наносить. В инфракрасном диапазоне, чтобы видно не было, вот невооруженным взглядом. А вот, допустим, подойдете к кассе, у вас там не товар будет, не чек сканировать, а салба, раз только сняли эту кодировку. Вот это сейчас нам, в общем-то, нас к этому подводят. Понятно это или нет? Поэтому, вот смотрите, как все просто. В России для вот создания вот этой ситуации была произведена что? Русификация. А в Украине что? Украинизация. Вот в этой программе так и назывались. То есть в наследии дедушки Еноха так было и написано, что русичей нужно сделать русскими. Попали мы на это? Попали, еще и как. То есть русские националисты, педерасты, мягко говоря, сейчас возглавляют национальные движения. Пишут новые конституции и прочее, прочее, прочее. А русичи бегают и кричат, что русский это трезвый. И уже вы знаете, что есть решение суда, по которому лозунг русский это трезвый признан каким? Экстремистским. То есть это принадлежность к господину. Вот фамилия для людей. Поэтому вот вам в России фамилия. Так что над вами есть господа, те, которые вами управляют. Они так говорят, у вас фамилии, у вас нет родовых имен. Холопы вы, невольники. А вы с этим соглашаетесь. И живете спокойно. Вот так вот идет рассинхронизация психического времени и времени реального. Ну вот, это как в анекдоте, как к собаке, да, отец с сыном идут, он говорит, что-то они делают. Он говорит, одна расслабляется, одна напрягается. Поэтому тоже расслабляйтесь до меры. Дальше. Если мы говорим уже о варне человека, воинов, управленцев, касты, то вот они уже тогда назывались и по грамотам всем русским, они писались как с отечеством или только по отечеству. То есть высокое имя человек давалось только в арне какой? Человек. Это князья и витязи, воины. А здесь что? А здесь было двойное имя. Допустим, Веда, Гор. Два имени. То есть две функции несет. Все слав. Или Вяче слав. Или Мэсти слав. И так далее. Берете славянский имя на слов и смотрите. Практически все имеют двойное что? Имя. То есть совокупность. Но здесь два Я. Два Я это дваждорожденные так называемые. Два. Но кроме этого еще было и у этих было тайное, было родовое. Вы знаете, жрецы, когда именно речение проводили, то одно было общинное имя, второе было, та, которое было в семье, в его. Вообще его кликали и звали иначе, чем дома в семье. А еще было тайное имя. То есть четыре имени было у наших предков. Но по отечеству называли тех, кто вот уже копный муж. Вот копные мужи, вот только они удосваивались ВИЧ получить. Вот у меня дед в 70 лет только ВИЧ получил. То есть пока не привезли внука коренного, меня не показали. Пока он не пронес, по станицам, по соседям не показал. Он так и был Прошкой. А когда пронес, стал Прохор Александрович. Что кликнуть? Кликовать. С предлогом кликать. На севере кликнуть что? Возглашать, провозглашать или оглашать устно. Девка эта по матери пошла. Кличет. Или портежем кличет. Вятская, пермики, как говорили. Больна кликушеством. Клинь. Склинь. Вопи. Завопи. Рычи. Зарычи. Когда дыхание пересхватывает, да? Вот так оно и есть. От чего ей кличество обезличенное? От чего она кличет? Как он кличется о животном? Как его звать? То есть кому кличку-то давали? Животным. То есть мы о чем говорим? Что если у человека животный строй психики, да? Ну это не человек получается. У нас что это? Получается нежить, так или нет? Что он имеет что у нас? Кличку. Где клички у нас еще дают? Погоняло. Зоне. Почему? Потому что они из Гои. Ему имя не положено. Кликуха. Кликуха. Абсолютно правильно. Понятно, да? Почему это? А? Погоняло. Погоняло. Ну погоняло. Им погоняют. Но для того, чтобы погонять, нужно что? Кликнуть его, да? Кличку этому дать. Вот погоняло. Другое слово. Понятно с этим, да? Так, дальше что у нас с вами идет? Прозвище, да? Значит, прозывать кого? Это далее я же цитирую. Дальше универация. Мы уже сами догадались. То есть поняли, да? Что все это завязано было на варны. Ну, тем более проще будет. Значит, прозвать кого? Что? Чем? Называть? Проименовать, давать назыв, название, кличку, имя. И кличку могут дать на определенном этапе. Или проименовать, давать кличку, добавленную к имени, прозвание или прозвище. Эту пшеницу в Одессе прозвали Арнауткой. Она у нас, он называет ее Белотуркой. Одну лошадь прозвали Спотыкой, а другую Губаном. У нас мужиков. 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 Не мужей, а мужиков. Их тоже что? Прозывали. Чувствуете разницу? Как вот у вас в каком-то центральном канале сидит там одна депутатша какая-то, говорит, ну вы же здесь все мужики. Ну вот решите этот вопрос. Если бы там был хоть один муж, она бы там получила ее, и угрели бы так, чтобы она поняла, кто такие мужики. Это тех, кого кличу, такому прозвище дают. Мужики. Попробовала казаку сказать. И мужиком его назвать. Была бы выпрана на гайкой тут, как я не знаю, как коза Сидорова. А поцараться, такие категории, как кличка, прозвище, фамилия и родовое имя. Попробуйте вот сейчас покрутить в голове. То есть каким образом? Какое отличие? Как думать, какие предложения будут? Что, что, что? Так давайте по одному. Какие есть предложения, скажем, кличка, прозвище, фамилия и родовое имя. Какое отличие между этими? Родовое имя это сакральное имя своего, самого человека. Почему сакральное? Почему сакральное? Родовое имя, родовое имя, родовое имя, родовое имя. Зависит от развития его души. Потому что он все это видит. Как вот думаете? Что вдруг поводили все это все? Почему значение слов забыли? Вот почему? Тут фамилия, там прозвище. То есть понятно, как-то управляют через эти вещи, да? О! Да отчество дошли, хорошо, отлично. То есть мы уже пришли к чему? Высокому имени человек. То есть что у нас, как это аббревиатурно? Высокое имя человек, как у нас пишется? Вот почему сейчас на западный манер, ну говорят, Владимир Путин, да? Отчество убрали, что делают? Понижают вибрацию. То есть мы отечество потеряли, мы перестали быть пошлыми, а стали какими? Пришлыми. И вот нам сейчас на западный манер все это дело навязывают. Так, отлично. Что еще, какие-то мысли будут по этому поводу? Так, давайте мы с кличкой разберемся. Я возьму словарь Даля, выдержите, потому что надо прочитать, потому что иначе понимания не будет, а потом мы переговорим. Потому что поймите, что когда Даля уже писал этот словарь, а он был датчанин, все знаете, да? Русский, он был русский, но датчанин. На тот момент уже было все искажено. И история переписана, и русский язык практически уничтожен. Осталось только сделать последний штрих, гвоздь забить Луначарскому в 18-м году, 10-го, 10-го, 18-го, да, декретом о реформе русского языка, когда образы убрали, и убрали еще 5 буквиц там, последний. Так вот, кличка. Простой вопрос. Есть у нас Россия сейчас, да? Есть Украина. Это и Ж, и буквица, это и нить. Почему в России ФИО, а на Украине ПИП? Кто может сказать? Вопрос. Вот Луначарский, когда приехал к нам сюда в 17-м году, он привез программу целую с Соединенных Штатов. И вместе с Лейбой Давидовичем они это дело все быстренько запустили. И появились в имя, значит, аббревиатурное слово, да, фамилия, имя, отчество и призвище имя по-батькове. Понятно, да? А что вдруг, вот, украинцам сделали ПИП, а нам сделали ФИО. Кто-нибудь думал до этим вопросом? А вот пришлые думали, когда эту программу еще делали больше 100 лет назад. Еще в 19-м веке была прописана эта программа, что вот эти вещи нужно будет внедрить. Это вот на территории России, а вот эту на территории создаваемой Украины, Белоруссии, а? А когда в Белоруссии пишут они? Фамилия имя? Ну, по-белорусски надо посмотреть. Ну, батька у него там, да, у него инши завданья. Поэтому, с чем нам надо теперь с вами разобраться? Но, для того, чтобы вот это все поднять, нам нужно понять, как же происходит... Есть такая вот категория, разберитесь ли не славянский, И-МЕ-НО-СЛОВ. Как вот присваивались раньше имена? Варновую систему помните? Пишем, да? Аз, дальше кто? Человек, дальше людина, или весе, да? И смерть. Дальше берем этих нежить. Как-то было все на Руси. Что нам для этого с вами? Для этого нужно... Не стал их с тобой книжку брать, но зато вот мы этих же буржуев, мы говорили, что будем их же методом, в общем-то, и долбать. Так вот, с чем нам нужно разобраться? Батральному каналу сидит особи мужского пола, называет мужиками, и все соглашаются с этим. Он по семье Кузнецов, а еще прозывается он Медведевым. Это не я, это так удали, так написано. За то, что медведь, дед Медведь был, на себе возил, возил прозывание окончательное. Прозыв, прозыв, прозывка, действия по глаголу и так далее. То есть, вот человек обладал каким-то качествами, отличными от других членов общины, то ему в соответствии с этими определенными качествами что давали? Прозвище. Да. Прозвище. Всему народу дали прозвище. Да, вы не радуетесь, вы недалеко ушли здесь, в России. У вас тоже фамилия. Сейчас мы с этим разберемся. То есть, всему народу дали прозвище, и все согласились. С состоянием смерда. Смердом по духовному уровню развития бездушным давали прозвище. Этим всем ребятам, которые ниже, клички давали. Животным. Кто имел животный строй психики. Так, что у нас теперь с вами дальше? Фамилия тут идут. Фамилия. Французская, оказывается. Немецкая. Семья, семейство, род, колено, поколение, племя, кровь, предки и потомства. Он хороший фамилии. Фамильные чьи. Расхожие, простые. Осведомляется о супруге. Фамильные или к фамилии относящиеся. Приезжие. Кяхти, цибики, бивают по фирме лавки, хозяина и так далее. Под фирмой купца, который их закупил. Первые фамильные. И так далее, и так далее. То есть, если у нас есть господин, он имеет родовое имя, то все его крепостные и все его рабы кто? Имеют что? Фамилию. Чьих вы будете? Как они говорили? Мы князей стоцких. Мы стоцкие. Вот это фамилия. То есть, для господина это родовое имя, а для тех, кто был у него под управлением, под крепостью под его, под крепостью, уже родовое имя превращалось во что? Фамилию.